Первые сообщения о взрыве поступили на единый номер МЧС в 17.15. На место сразу выдвинулись спасатели. Жители дома начали самостоятельно покидать здание. По их словам, вокруг были разбросаны обломки, стояла пыль. Взрыв какой сильный, страшный был. Ну и сбежали мы с места и побежали. Тут уже подушки. Тут первые сразу подушки, видимо, лопнули. Все тут било-било, ничего не было. Я не знаю, вот этот, как он называется, плохо там было. Я уже даже не знаю, уже там люди забрали, меня забрали. В результате взрыва пострадали 10 человек, в том числе хозяйка квартиры, в которой произошел хлопок. Спасатели обнаружили ее под завалами. Один из пострадавших позже скончался в больнице от полученных травм. Это был рабочий, который по предварительной версии в момент взрыва чистил шахту вентиляции на крыше дома. Состояние трех пострадавших медики оценивали как тяжелое. Ранним утром мужчину 59-го года рождения и женщину 1962-го года на вертолете Ми-8 доставили в Казанскую республиканскую клиническую больницу. В Заинском ЦРБ до сих пор остается девочка 2008-го года рождения. Из-за происшествия она получила ожог 70% тела. Сейчас решается вопрос о ее транспортировке в Казань. Предметом проверки станут вопросы соблюдения требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. На место происшествия с целью координации действий сотрудников правоохранительных органов и служб спасения выехал Заинский городской прокурор. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. По предварительной версии в квартире устанавливали натяжные потолки. Во время работ баллон с газом взорвался. Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. На место уже выехали специалисты. Назначены необходимые экспертизы. Помимо этого президент республики Рустам Мениханов поручил оказать финансовую помощь. Один миллион рублей выплатят семье погибшего. Пострадавшим помощь будет оказана в зависимости от тяжести нанесенного здоровью вреда. Артем Логвинов, Екатерина Солейкина. Телеканал Эфир.